Одесса. 18 ноября 2022 года. Ночь с 17 на 18 ноября в Одессе проходит спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных прилетов в Одессе и области не было. Вчера днем появилась официальная информация по поводу ракетного удара по Одессе и области. С акватории Черного моря враг совершил пуск калибров, а с использованием тактической авиации с двух Су-30 направил шесть ракет воздушного базирования. Поражен логистический объект в областном центре. Пострадало одно гражданское лицо. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий. Шесть ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем. Сейчас в Одессе и области, а также во всей Украине одни из главных новостей это новости, которые связаны с электроэнергией. Кто не в курсе, напомню. Был совершен уже четвертый массированный ракетный удар по энергосистеме Украины. Россия взяла курс на уничтожение украинского государства. После последнего массированного ракетного удара в Одессе наблюдаются очень большие проблемы с энергообеспечением. У меня лично дома света не было двое суток. Вот сейчас ночью, 18 ноября, у меня дома появился свет. Насколько его дали, неизвестно. И сейчас планируются не аварийные выключения света, а аварийные включения. И свет будут давать в лучшем случае 4-5 часов в сутки, не более. Это будет длиться примерно неделю. По состоянию на 18 ноября в Украине 10 миллионов человек находятся без электричества. Больше всего людей страдает в Винницкой области, в Одесской области, в Сумской и в Киевской областях. Вот только что пришла хорошая новость для упоротых россиян. В декабре-январе в России хотят объявить всеобщую мобилизацию. Об этом пишут пропагандисты России у себя на каналах. Ребята, вас можно поздравить. Скоро у вас появится реальная возможность показать, какие вы герои не на словах, а на деле. Также хочу посоветовать таким странам, как Грузия и Казахстан, приготовиться к наплыву особо патриотичных россиян, которые бегут от мобилизации. Утром 17 ноября появились новости, что фашистская Россия предприняла попытку наступления в Запорожской области. Есть официальная информация на эту тему. Окупационные войска силами шести ротно-штурмовых групп в составе 100-120 человек с поддержкой бронетехники пытались сходу взять гуляй-поле. Этих сил оказалось очень мало и, понеся огромные потери, враг отступил на свои позиции. В Одессе и области работает только 38% мобильных сетей. Это все происходит из-за отключения электроэнергии. Скажу больше, у меня два смартфона и два разных мобильных оператора. И проблематично иногда связаться с одного из другого оператора, позвонить просто невозможно, связи нет. По поводу мобильного интернета то же самое. Просто иногда не работает ни у одного оператора, ни у другого. Реально, проблемы с этим сейчас очень большие. Ребята, скажу честно, прямо и откровенно. У меня сейчас на часах моего компьютера 2 часа 47 минут ночи. Я случайно проснулся там в час 45, увидел, что у меня горит в коридоре, у меня в квартире лампочка, появился свет. Я быстро встал, чтобы сделать ролик. Но сейчас я его закинуть не смогу, потому что, несмотря на то, что у меня свет, у меня сейчас нет интернета. Я постараюсь закинуть этот ролик с работы. Где-то часов 8, в полдевятого, в девять примерно, если получится, там подсоедиться к интернету. Я думаю, что на выходных роликов не будет, потому что у меня проблемы со светом. Когда он будет свет, я не знаю. Будет ли вообще свет на выходных, я тоже не знаю. А интернет будет или нет, я тем более, ребята, не знаю. Поэтому у меня большая просьба ко всем моим подписчикам, гостям канала, ко всем, кто смотрит мои ролики регулярно. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Как только проблема будет улажена, я обещаю, что я опять налажу регулярный выпуск роликов. Благодарю вас за понимание. Выражаю слова самой искренней благодарности за ваши дружеские, сердечные и добрые комментарии в поддержку моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мужества, терпения и мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга. Все вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok